Поехали, начинаем. Я буквально в двух словах тоже представлюсь, как и коллеги. Я 10 лет занимаюсь межкультурной коммуникацией, то есть поддержкой людей из разных стран и из разных культур, которые говорят на разном языке, в их взаимодействии, в общении, в коммуникации, в письменной, в устной, в переговорах, в каздевах, в исследованиях, экспедициях и поездках. И я сама предприниматель, поэтому мне очень близки многие предпринимательские боли. При этом я 5 лет, мы с Дианой буквально недавно посмотрели, считали, и оказалось, что с сентября 2018 года мы сотрудничаем с Глобал Шеф Сколково. Почти все осколковские экспедиции я видела и слышала, и руками помогала, и голосом сопровождала. При этом у меня достаточно большой опыт работы и жизни в разных странах. Сейчас я живу в Дании, но это моя 62-я страна с точки зрения посещения и какого-то бизнеса или личного участия. Очень много стран, территорий мне удалось захватить. Еще большее количество культур удалось пообщать. Еще с большим количеством культур удалось поработать. И я помогала делать каздеву специалистам из Яндекс.Практику. Мы, собственно, рефокус — это их конкурент. Им активно анализировали его, в частности, поэтому мы тоже с Ириной обсуждали этот кейс. Даже фаундер... Кристине, суку, не надо давать на материал. Не надо. Да, но мы закончили с ними эту часть работы, поэтому все в порядке. И никакую конфиденциальную информацию я не раскрываю. И помогала коллегам из КН, в том числе, когда они каздевы делали на Северную Америку, в Канаде. О чем мы с вами поговорим сегодня и почему коллеги предположили, что моя экспертиза может быть сегодня полезна. Мы сегодня суперкратко поговорим о том, с чего можно начать именно щупать иностранных пользователей. Мы не говорим про полноценное, очень длительное, большое исследование, когда вы для себя определили, например, топ-2 или топ-3 страны с очень глубоким заходом. Мы поговорим вот именно про тот самый формат, когда вы только-только присматриваетесь к разным территориям, но при этом хотите получить уже достоверную информацию. Мы поговорим о том, где искать этих респондентов на самый-самый первый раунд, самую-самую первую итерацию вот этих казделок. Мы поговорим о том, что с этими респондентами точно не нужно делать, по крайней мере, очень кратко по этому пройдемся. А также я постараюсь ответить на ваши вопросы, и после сессии надеюсь, что у вас будет возможность еще раз пересмотреть часть материалов из презентации и дополнительных материалов, которые я вам предложу отледить, отсмотреть и изучить самостоятельно. Итак, друзья, если у нас, да, слайд перевернется, у нас сегодня где-то 15 минут будет на то, чтобы послушать вот эти самые лайфхаки, рекомендации, очень базовые первые шаги. Пять минут примерно будет на вопросы, и я вам дам две отдельные подборки, которые вы сможете потом самостоятельно утащить в плювики, в свои команды, в свои компании и ими воспользоваться для первых казделок. Ну а поскольку мы с вами сейчас в режиме интерактивного цифрового присутствия, я предлагаю нам чуть-чуть размяться. У меня, к сожалению, нет возможности так же, как у Ирины с Жанном, походить и попередавать микрофон, пообщаться с вами, поэтому у нас с вами будет возможность ответить мне на вопросы в цифровом режиме, сканировать этот QR-код, и я сейчас, как только вы отсканируете, еще отправлю такую же ссылочку вам в чат, и у вас будет возможность ею воспользоваться. Я сейчас подожду, пока присутствующие отсканируют. Те, кто смотрит нас с экрана в Zoom, тоже могут отсканировать с монитора, и буквально, сейчас одна секундочка, и я отправлю вам ту же ссылочку в наш чатик в Zoom. Итак, дорогие друзья, там уже открыт вопрос для тех, кто получил, все ведь в порядке, помашите мне головой, пожалуйста, что все в порядке, открывается, замечательно. У вас там будет два вопроса. Надеюсь, что ни с какими VPN-ами проблем не будет, это сервис, который работает на любых территориях практически, даже с китайцами мне удавалось с ним поработать, и никаких проблем не возникало. Ну что, дорогие друзья, у вас там есть простой вопрос. Если вам нужно опросить, допустим, Chief Technology Officer из Индии, что вы сделаете в первую очередь, что вы будете делать? Найдете переводчика с хинди, не знаю, зачем я написала большую букву, можно было написать с маленькой. Купите билет Bangalore Global Shift. Так, я проценты не получаю, если что, за рекламу, просто одна из хороших опций. И причешите свой LinkedIn. Давайте буквально дадим еще вам секундочку на то, чтобы принять решение, и посмотрим, какие варианты у вас побеждают. Я специально обозначила категорию пользователя, чтобы вы смогли как-то соразмериться с ней, да? То есть это топ-менеджер, C-левел, продвинутый специалист, и у нас уже достаточно неплохое большое количество ответов получилось. Давайте посмотрим. 75% считают, что хорошо бы причесать свой LinkedIn. И это правильный ответ, и вы выигрываете автомобиль, сказал бы я вам, но нет, потому что надо еще провести этот каздев, с ними умудриться пригласить их на это интервью, справиться с индийским, английским и так далее. Действительно, большое заблуждение, что обязательно для каждой территории вам нужно искать переводчика. Мы на вопрос коллеги из зала еще обязательно ответим чуть-чуть попозже. Действительно, можно в Индии с большинством образованных и продвинутых коллег поговорить на английском. И в Индии уже теперь действительно, конечно, не всегда с самого начала правильно рваться на самолете, чтобы щупать эту территорию. Для начала можно действительно попробовать, посмотреть и потрогать, и поговорить, и поделать что-то издалека. Ну, а давайте теперь попробуем посмотреть на еще один вопрос, просто на фоне контраста, еще одну территорию, с которой мы работали и будем работать с Global Shift. Что? Я спрошу вас вот таким образом. Вам нужно опросить коренных саудовцев предпринимать, то есть именно коренных жителей, не экспатов. Да, я взяла не Эмираты, а Саудовскую Аравию. Что вы сделаете в первую очередь? Интересно, как мои коллеги Ирина, Жан и Диана голосуют. Так, интересно, все хотят лететь с Global Shift. Я надеюсь, Аня там уже все... Сложная задачка тут. Да, я знаю. Все коммуникационные задачки очень непростые. Ну что ж, дорогие друзья, мнения разделились практически поровну. Кто-то хочет идти искать переводчика с арабского, причем интересно, с какого арабского, потому что диалектов арабского много. Большинство переводчиков с арабского, на самом деле, владеют египетским арабским. Это тоже один интересный фактор, который влияет. Может быть, вы купите билет в Eryaz Global Shift, хороший вариант, или начнете причёсывать свой LinkedIn. Ну что ж, в данном случае я, наверное, соглашусь с мнением, что хорошо бы полететь и попробовать поговорить с ними лично, поскольку среди собственников, предпринимателей, саудовцев, я бы не сказала, что LinkedIn так чрезвычайно распространён, как в Индии, во-первых. Во-вторых, это та культура, в которой действительно близкая связь играет гораздо большую роль, чем возможность чётко объяснить свой настрой, свой запрос через электронные средства связи. И действительно, арабский иногда может вам потребоваться, но всё больше и больше коренных саудовцев начинают говорить по-английски, особенно среди образованного, продвинутого населения. Это действительно так. Ну что ж, очень хорошо. Я рада, что мы с вами так размялись, потренировались. Это было очень показательным опросом. Мне приятно, что вы разделились во мнениях. Мне кажется, нам с вами сейчас интересно будет пообсуждать и обсудить некоторые спорные вопросы. Но перед тем, как я дам вам некоторые рекомендации, я хочу сделать дисклеймер, что, правда, не все иностранцы одинаково общаются. И, конечно, часть моих рекомендаций может быть неприменима, например, сейчас к мусульманскому миру. Часть рекомендаций может быть неприменима ко всем неформальным культурам, куда попадает и Турция, и Индия, и Ближний Восток. Однако, некоторую общую рамку в самом первом приближении я вам хочу дать всё-таки с опорой на то, что мы аккуратничаем и не можем говорить про всех иностранцев абсолютно одинаково. Итак, мы с Ирой и с вами уже затронули тему того, что есть некоторое кабинетное исследование, и мы представим себе ситуацию, в которой вы уже его выполнили. Разными способами смогли пощупать данные, смогли попробовать и отсмотреть информацию, которая есть в публичном поле, доступная вам. А вдруг, может быть, у вас есть какой-нибудь промышленный шпионаж, и вы не в публичном поле какую-то информацию достали. И вы хотите больше узнать, наконец, о пользователе. Посмотреть и пощупать, что же представляет из себя пользователей, с чего же вы начинаете. Я предложила бы вам посмотреть на несколько вариантов, узнать больше про пользователя и взаимодействовать с ним, так называемый КАЗДЕВ без КАЗДЕВа. На самых первых этапах наша основная задача – это получить максимально инсайдерскую информацию, получить её максимально быстро и максимально дёшево. Поэтому что можно подсмотреть? Можно подсмотреть на пользовательский опыт у конкурентов. То есть посмотреть, как конкуренты, которые предлагают субституты, как тут говорилось, в чате вашего продукта, настраивают интерфейс или настраивают логику взаимодействия с пользователем, исходя из того, какие предпочтения у этих пользователей уже есть. Вы также можете побыть тайным покупателем и узнать, какие вопросы задаёт вам менеджер по продажам, или какие вопросы задаёт вам представитель той или иной компании в стране, которая вас интересует, и тем самым почувствовать себя, как называемый, в шкуре клиента, да, и на clients boots. Побыть тем самым человеком, за которого, может быть, себя выдаёт, допустим, экспат в Дубае – это очень возможная, очень лёгкая история. Конечно, вы вряд ли сможете представиться индийцам по телефону, но индийцам в переписке в чате вы совершенно спокойно можете представиться где-нибудь в онлайн-сервисе или, опять же, экспаты в Дубае – это очень вполне себе угодная история. Очень игнорируемая, но сильная история – это возможность почитать форумы пользователей при помощи Google Translate. И вот здесь я сейчас призываю вас обратить ваше внимание, сейчас будет твориться магия. Я уверена, что многие из вас умеют и знают, как работать с Google Translate, с простым инструментом базового, зачастую плохого, но тем не менее рабочего перевода. И мы сейчас с вами посмотрим. Я вот абсолютно специально выбрала сферу, не имеющую ко мне никакого, ни малейшего отношения. Это бьюти-индустрия, мы с Ириной не сговаривались. Вот абсолютно случайно это вышло. Я завела в Google Translate информацию о форуме по красоте и уходу за кожей, и мне открылась вот такая страничка. Давайте мы сейчас с вами вместе поэкспериментируем, что тут можно найти про пользовательский опыт. Есть чудесное расширение под названием Google Translate Extension, Google Переводчик. Что она нам здесь покажет? Мы с вами возьмем и переведем страницу и сделаем это на английский язык, а не на русский. Почему? Потому что перевод на английский язык гораздо качественнее, чем перевод на русский, поскольку большинство переводов идут через английский язык, а не напрямую на русский. Но в случае, если вы захотите, вы всегда можете выбрать другой язык. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ради интереса, давайте посмотрим Beauty Care Collection for the Month of May. Что же мы тут увидим? Снова переведем страничку на английский, если она автоматически не переведется. Сейчас прям magic одну секундочку случится. Так, поехали. Peace, mercy and blessings of God Almighty. Так, отлично, уже хорошо. Да благословит всех Господь. God bless you. Отлично. Так, поехали. Очень интересно. Рецепты, рецепты. Мягкая кожа. Снова Бог. И вот, интересно, да, каким образом можно отбеливать кожу без фотографий с картинками. В общем, если здесь поколупаться, можно найти очень много всего интересного по поводу того, как женщины выбирают себе средства по уходу за кожей, что они приоритизируют, что для них важно, как они между собой общаются. Пожалуйста, эта информация доступна вам практически всегда, практически бесплатно, даже без переводчика с арабского языка. Посмотрим, что еще вы можете сделать в качестве первых шагов, потом доберемся до респондента. Вы можете посмотреть видеообзоры и видеоблоги. На YouTube сейчас очень широко распространены субтитры на разные языки. Это тоже все очень доступно. Вы можете этим воспользоваться для изучения того, как пользователи реагируют в комментариях. Особенно в Индии, например, популярно оставлять многочисленные комментарии даже на такие вроде как коммерческие видео, рекламные видео. Это очень распространено. Можно посидеть в местных социальных сетях и понаблюдать за форумами, группами, каналами. Для этого часто, к сожалению, потребуется иметь местный номер, но опять же, это не такая сложная, не такая дорогая инвестиция, как кажется. Или можно заказать обзор пользовательского опыта. Это очень интересная история. Мне кажется, мы с Дианой говорили об этом пару лет назад. Существует сервис, который вы можете использовать прямо сейчас, где вы можете заказать обзор того или иного ежедневного действия пользователя из разных стран за очень небольшую денежку. Например, посмотреть, как завтракает домохозяйка из Сербии. Или увидеть, как готовить ужин мать трех детей вечером из Индии. Или как гуляет с собакой пользователь из Японии. Реально действующий классный сервис, который за небольшую денежку позволяет вам посмотреть на пользовательский опыт. И ссылочка, и вся информация про него тоже будет потом доступна. Ну что ж, а если вы все-таки решили, что этого вам мало и правильно решили, и подумали, что вам бы хорошо поискать респондентов, где же это можно сделать? Хочу сразу сказать еще один дисклеймер, очень важный. При полноценном КАЗДЕВЕ, я думаю, меня коллеги здесь поддержат, классически не рекомендуется обращаться к знакомым знакомым. Иначе вы получаете так называемый смазанный опыт, некорректную картинку, искаженные данные. Желательно при настоящем КАЗДЕВЕ, конечно, пользоваться данными тех, кто вам не знаком и никак близким родственникам вашего коллеги из Турции не приходится. Но тем не менее, если мы говорим про самый-самый первый заход, это может оказаться полезным. Вы можете сделать запрос в сообщество. Наш коллега, выпускник Global Shift Alarm, мне Дима Махлин недавно делал запрос на индийских коллег, которые занимаются автоматизацией своих процессов и бизнесов. Мы ему накидали много кого, он отлично быстро с этими коллегами переговорил и для себя свои задачи по КАЗДЕВЕ закрыл. Можно опубликовать запрос в соцсетях с удобным расшариваемым текстом, сразу со ссылочкой на Calendly или на Google форму, на какую-то нейтральную доступную платформу, где сразу к вам могут записаться. Это очень удобный, нормальный, добротный подход, который я постоянно вижу у своих иностранных коллег в LinkedIn. Они пишут, что они ищут респондентов таких-то и таких-то, и с радостью многие шарят и таким образом находят себе самых первых респондентов. Можно поискать их в иностранной диаспоре в своей стране. Если вы, допустим, находитесь в России или вы находитесь в Казахстане, там абсолютно точно есть индийская диаспора, абсолютно точно есть узбекская диаспора, абсолютно точно есть сербская диаспора. Разными способами на эту диаспору можно выйти. Самые простые способы — это группы на Фейсбуке. В случае России — это иногда группы в Телеграме, иногда это даже открытые группы. Поэтому вы совершенно спокойно можете к ним обратиться и поискать там респондентов. И часто, решая вопрос иностранного языкового барьера, эти люди могут говорить по-русски. Это тоже большой плюс для вас, кто хочет воспользоваться такой историей. Холодный аутрич у LinkedIn — это один из самых популярных способов на Западе, когда мы говорим про Северную Америку, про Европу, про Австралию. И это абсолютно работающий метод. Даже когда вы не знаете, не имеете никаких контактов в общих кругах на LinkedIn, вы совершенно спокойно можете найти себе первую когорту пользователей для Customer Development, особенно если будете следовать советам, которые появятся в третьей части моего рассказа. На Reddit, Quory и Facebook я лично для своего Customer Development искала себе респондентов на Филиппинах, в Индонезии и в Малайзии и нашла буквально за три дня. Мы на Reddit публиковали с командой информацию о том, что мы ищем за небольшую оплату участников интервью. И это было очень несложно, особенно если у вас уже есть профиль, вы не совершенно новый пользователь этих сервисов на английском языке. Да, наша респондентная группа как раз-таки была теми самыми филиппинцами, малайцами и индонезийцами, которые и должны говорить на иностранных языках. В некоторых случаях это, конечно, неприменимо. Но, тем не менее, тоже можно попробовать, особенно если это англоговорящая страна или ваша целевая группа владеет английским языком или языком, которым вы владеете. И, наконец, есть специальные сервисы. Таких сервисов очень много, где вы можете задать запрос по полувозрасту, стране и языку, на котором говорит тот или иной пользователь. И вам выдадут за небольшую комиссию пользователей, которые готовы пройти Customer Development Interview. В зависимости от сервиса там предлагается разная длительность, разная комиссия. Кто-то из сервисов предлагает взять на себя весь пласт исследований, кто-то просто предоставляет вам контакты респондентов и за удачное интервью берет комиссию. Но, тем не менее, таких сервисов очень-очень много. Мы показываем вам примеры, просто нескольких из них. И тут важный момент. Мы буквально, наверное, через пару-тройку дней сделаем обзор этих сервисов со всеми ссылочками вместе с моей командой на Telegram-канале. Если у вас есть к этому интерес, вы можете сканировать QR-код. Я потом обязательно еще отправлю ссылочку в чат, и там вы сможете найти информацию про эти сервисы в более расширенном варианте со всеми ссылочками. Ну и, наконец, возникает вопрос, если я не говорю на индонезийском, вьетнамском, ну так вышло, что не говорю на филиппинском и так далее. Существует масса способов по Uber-модели взять на прокат переводчика. Да, это не всегда самый желаемый вариант для нас, как для людей, которые стремятся к хорошему качеству понимания, потому что это может быть не самый идеальный переводчик, не тот, который владеет нужной нам терминологией, но, тем не менее, для первого поверхностного исследования это может быть вполне достаточно. Опять же, сервисов очень много. Если вы посмотрите, в бле забьете Interpretation for Customer Development Interview, вам выдаст сразу огромное количество приложений и сервисов, которыми вы можете воспользоваться для быстрого поиска переводчика. Буквально некоторые сервисы позиционируют себя за час, они могут найти вам специалиста с нужным языком, конкретно заточенного под проведение Customer Development Interviews. Итак, мы переходим к, наверное, самому крупному блоку, но самому интересному, поэтому я постараюсь дать буквально очень короткими вспышками такие типичные ошибки, которые делают российские предприниматели, русскоговорящие предприниматели при общении с респондентами. Такие ошибки они допускают, и что часто мешает успешному, быстрому, относительно дешевому контакту с новым пользователем. Прежде всего, пожалуйста, не пропускайте самопрезентацию в кратком варианте, буквально одна строчка, полстрочки, назвать тебя, сказать, какая у вас позиция, какая у вас компания, можно оставить сайт компании, если у вас есть лендинг на каком-то из языков, которыми владеет пользователь, и объяснить, что это за компания, чем она занимается. Пример я вам в ближайшее время покажу, но очень многие сразу пишут «Hi, I'm looking for a developer from India, Bangalore». Пожалуйста, не упускайте эту важную-важную часть, представиться и объяснить, кто вы. Далее. Пожалуйста, не поленитесь финально проверить носителем тот самый текст, который вы будете распространять. Это может быть холодная аутрич на LinkedIn, это может быть сообщение в соцсетях, это может быть короткая анкета или сообщение для Reddit. Это очень-очень важно, буквально совсем немного усилий и времени вы потратите на сверку с носителем, но тем не менее получите добротный результат, если сообщение написано на качественном языке, неважно, это английский или какой-то другой язык вашей целевой группы, вы гораздо с большей, естественно, вероятностью получите ответ на свой вопрос. Пожалуйста, не пишите с пустых профилей, иногда даже классно подобранные правильные сообщения на Facebook, на LinkedIn, на Reddit оказываются проигнорированы просто потому, что вы пишете с пустого профиля. Не поленитесь заполнить его хотя бы немножко, и в этом смысле многие могут сказать, ну вот сейчас в России с VPN очень сложно, у того же Google Chrome есть замечательный экстеншн LinkedIn, где вы можете пользоваться LinkedIn даже без VPN. И это бесплатно абсолютно. Мои коллеги, мои клиенты, которые в России по-прежнему отлично пользуются LinkedIn, обычно без проблем, и вы точно так же можете этим заняться, заполнить профиль займет у вас буквально пару часов, но тем не менее результат будет отличный. Пожалуйста, не злоупотребляйте восклицательными знаками, это наша российская национальная черта, писать «hello!» восклицательный знак, «I'm Vase» восклицательный знак, «I'm the CEO and founder of Taras Bulba Company» восклицательный знак, «I'm looking for developers from India from Bangalore» три восклицательных знака. Это зачастую воспринимается как истерика, поэтому очень рекомендую вам аккуратничать такими проявлениями, как со смайликами, так и с восклицательными знаками. Ну и опять же, носитель, я уверена, поможет вам избежать таких вопросов. Не игнорируйте возможность вознаграждения, вы можете сразу в самом первом холодном сообщении указать, что есть возможность либо получить компенсацию за ваше время, либо мы готовы подарить вам бесплатный доступ куда-то, либо мы будем рады помочь вам с тем-то и с тем-то, особенно если вы таргетируетесь на предпринимателей, то очень часто бывает, что ваша помощь и поддержка, какая-то аналитика по российскому рынку или русскоговорящим рынкам является самым лучшим вознаграждением для иностранных предпринимателей. Но это, конечно, очень специфическая группа, узкая. В основном могут быть применены разные способы вознаграждения, часто от них отказываются, особенно в странах с высоким уровнем так называемой relationship-based культуры, культуры отношений. Это Индия, Ближний Восток, страны Центральной Азии. Там часто могут отказаться от вознаграждения в пользу дальнейшего развития отношений, но тем не менее показать вашу готовность выплатить вознаграждение важно. Ну и, пожалуйста, не скрывайте цель исследования, это тоже часто смущает наших иностранных контрагентов, но если вы пишете прямо и прозрачно, то это всегда вызывает больше доверия, особенно если ваша цель – это исследование, и вы пока что не планируете подрывать рынок, идти к конкурентам, уничтожать их и так далее. Research, он и в Африке. Research, он всегда вызывает довольно уважительное отношение. И в качестве примера я просто хотела показать вам одно сообщение, которое отлично работало у моих клиентов в холодном аутриче на LinkedIn. Я заменила имена, я заменила название компании, и я заменила название группы, чтобы анонимизировать его полностью. Такие шаблоны я тоже периодически выкладываю у себя в Telegram-канале, вы можете ими воспользоваться. Буду рада, если это принесет вам пользу, и вы сможете таким вот образом при помощи таких коротких шаблонов выстроить тебе первый путь взаимодействия с иностранными пользователями. Ну что, сейчас я хочу открыть возможность тем, кто сомневается, не уверен в чем-то, считает, что он знает все совсем не так с другими странами и культурами, высказать свои сомнения или задать вопросы. Диана. Ребят, ага, есть вопрос. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой, вот вы говорили, что какие есть типичные ошибки, да, респондента. Скажем так, есть ли портрет нежелательного человека, которого мы интервьюируем? То есть какие люди, они либо притворщики, либо они всякую ерунду вкидывают? Есть ли вот такие, как сказать, критерии, по которым видно, мы этих людей не отпрашиваем? Я поняла. Очень хороший вопрос. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев неприятные отзывы от моих клиентов по поводу респондентов я получала в двух случаях. Либо это те, кто не является целевой группой, но хочет, так называемые голддиггеры, да, но хочет получить денежку за вознаграждение, хотя не является подходящим респондентом по этой целевой группе. Либо это люди, которые просто нацелены на пообщаться из любопытства с иностранцем, но тоже не являются респондентами по этой целевой группе. Я бы даже сказала так, что есть некоторые культуры, с которыми не рекомендуется исключительно через электронные средства связи вести коммуникации, и к ним как раз относятся страны Ближнего Востока, потому что там очень сложно получить какую-то достоверную информацию. Что же касается тех, кто хочет просто получить денежку и не готов дать по-настоящему достоверной информации, то самым лучшим критерием отбора здесь будет смотреть на профиль. Если это профиль в LinkedIn, он тоже должен быть нормально заполнен. Это должен быть реальный нормальный человек. Если это профиль на Reddit, то тоже. Какая история у этого профиля? Какие треды он посещал? Где он что отвечал? И в целом довольно четко прослеживается, и видно, если вы, например, делаете исследование на английском языке, то видно, что ваш респондент, например, очень плохо говорит на английском, используя Google. Тут тоже можно отследить через языковой паттерн, но надо быть с наметанным глазом, я бы так сказала. На самом деле, по большей части, если мы говорим про вот такой первый срез, и мы не говорим про агентства, которые, может быть, подложат вам каких-то не самых качественных респондентов, то я бы говорила именно про проверку профиля и про проверку того, что человек по-настоящему знает язык. А далее начинать интервью с расспроса об опыте человека, действительно ли он СТО, действительно ли он предприниматель, действительно ли он пользователь таких-то программ, действительно ли у него такое-то образование. В принципе, опытный интервьюер способен с первых минут отличить, насколько ваш респондент угодный под ваши критерии. Я бы попросила, да, Жан, Ирина, если добавить. Если да, Кристина, не против? Да, конечно. Отличный вопрос, мне кажется, он такой рефлексивный. Значит, из тех, про кого говорила Кристина, вот помимо, да, то есть непосредственно представителей и самих потребителей. Мне кажется, есть такая категория, ее, кстати, видно сразу. Это те, кто как бы вам хочет что-то продать, причем очень конкретно. Это часто бывает не с розничными потребителями, а в ситуациях, когда мы приезжаем на территорию, мы начинаем консультироваться с разными агентствами, институтами, организациями, пытаясь использовать их экспертизу, чтобы понять, что можно делать на этой территории. Хороший эксперт, он сначала отвечает на ваши вопросы, потом говорит, что мы оказываем какие-то услуги. Но есть плохие, которые используют сам повод для того, чтобы протранслировать на вас картинку рекламного характера. И на любые проблемные вопросы уходят. Вот таких лучше, конечно, избегать. Но на самом деле, Сколково за счет того, что неоднократно мы ездили в разные экспедиции, происходит такая, знаете, вычистка такого типа лекторов, кандидатов, потенциальных партнеров, когда, если они хотят, просто употребить ситуацию и продать вам что-то. Это плохая история. Я, наверное, чуть-чуть просто добавлю из опыта проведения большого количества козелов. И в России, и не в России. Здесь очень правило количество. Нельзя на основании одного-двух интервью сделать выводы. Когда ты делаешь хотя бы 10, у тебя, если это серьезный вопрос, исследование, например, от клиентского опыта, то здесь всегда есть правило количества. То есть 2-3 мало. Минимум 6-7 по одному вопросу. И тогда вот эти… Потому что обычно хорошо говорят те, кто очень доволен или очень недоволен. Ну, то есть чем-то. То есть у них есть вот эта грань. И вот важно серединку, на концах мнений вытащить. Но это, опять же, берите интервью в тех, кто хотя бы в России имеет какой-то опыт. Не в первый раз. Знание языка – это не является критерием, что это хороший интервью. Это должно быть и опыт проведения. В идеале, чтобы это 200-300 интервью. Ну, то есть, да, за плечами у людей было. И уже хороший слух и быстрая фильтрация. Тех, с кем стоит дальше говорить, с кем нет. Супер, спасибо большое, да. В Zoom есть у вас вопросы, Крис? Мне кажется, нет. Я расстроена. Когда? Тогда есть. Давайте спрошу отсюда из зала. Вот такая история. Например, есть онлайн-платформа изучения языка, да, там а-ля Skyeng, еще что-то. И там очень много людей, которые из разных стран хотят учить русский или там английский, или еще какой-то язык. В общем, можно воспользоваться такой историей? Потому что они заинтересованы, ты можешь рассматривать его как, ну, по сути, респондента, наверное, да? Такая вот мысль. Нет, супер вопрос. На самом деле, есть даже целые блоги предпринимателей, и мне они попадались. И я даже лично знаю несколько человек, которые находили себе много респондентов в Тиндере. Это тоже классная история, кстати. Но тут у меня… Что-что? Вот это поворот? Кристина, если позволишь. Вообще есть понятие такое включенное наблюдение, и достаточно много кейсов. Ну, например, значит… Вылетел из головы пицца. Додо пицца. Да, 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 пицца. Они исходно свой продукт для Британии придумали, когда через Airbnb сняли комнаты со соседями в разных аудиториях. С хозяевами, да. С хозяевами, да. Ну, много соседей. И по вечерам провоцировали их, давайте закажем пиццу, а потом опрашивали, ну, типа, по каким критериям, почему эту, а не эту и так далее. И в этом смысле это элемент включенного наблюдения. И такое изучение языка, мне кажется, тоже можно вполне квалифицировать. Главное, у вас должна быть ясность, а с кем вы имеете дело. Да, это первое. По отношению к вашим задачам. Второе. Я просто, наверное, сделаю комментарий, что я в своем рассказе сегодняшнем, суперкоротком и очень поверхностном, говорила все-таки именно про Customer Development. А это подразумевает от собой интервью. Всегда. Включенное наблюдение, активное слушание и разные другие формы, это все-таки немножко другая история. И если ваш собеседник понимает и знает, что вы в течение ближайшего часа или получаса по скайпу с ним готовы будете только его слушать, но сами будете говорить по минимуму и будете исключительно задавать вопросы, и при этом это не сломает ваших ожиданий друг от друга, то, ну, наверное, почему бы нет? Но обычно все-таки интервью подразумевает понятный формат, где нет места к такому подлогу, где вроде как мы с тобой договорились попрактиковать язык друг с другом полчаса на полчаса бартером, а в итоге я только задаю вопросы и все время слушаю твои ответы, причем говори мы только про твой опыт поедания мороженого. Да, ну, как бы так, специфически получается. Можно еще один вопрос. Есть ли какая-то рекомендация по поводу того, по поводу условий, да, когда берется интервью, например, какое время суток, праздники, не праздники и день недели, например? Божечки. Вот это тонкость вопроса. Смотрите, у меня нет рекомендаций универсальных, потому что в мире у разных людей в разное время выходные, в разное время праздники, в разное время рамадан, пост, кто-то не ест по вечерам, кто-то не ест по утрам, кто-то не работает в воскресенье, кто-то работает, у кого-то шаббат и прочее. Это все очень, ну, исключительно зависит от культуры, в том смысле, что вы попытаетесь провести интервью с финнами в 5 часов вечера, никто не согласится, потому что финны приходят на работу в 7.38, заканчивают в 4. То же самое примерно происходит в Австралии, но при этом в России, скорее всего, с вами, наоборот, согласятся говорить позже, чем позже, тем лучше, потому что люди поздно заканчивают работу, и то же самое происходит, например, в Дубае с экспатами. Поэтому я бы очень обратила внимание на, прежде всего, кабинетные исследования и посмотрела, какие праздники, какие дни, часы работы, какая пользовательская группа вас интересует, потому что вполне возможно, что ваша пользовательская группа живет по другому сценарию. Так что универсальной рекомендации у меня нет. И, простите, пожалуйста, можно уточнить, вы спрашивали про нейтивов? Лучше, чтобы нейтивы задавали вопросы? Да, да. Да, супер. Тогда я прям докину чуть-чуть здесь еще и скажу, что на самом деле есть недавнее исследование, по-моему, где-то на BBC его публиковали, если найду, я скину, про носителей английского языка, что уровень понимания неносителями английского языка носителей гораздо хуже, чем неносителей друг друга. То есть, условно говоря, россиянин поймет индийца лучше, чем индийц поймет британца. Или русский поймет американца, россиянин поймет американца. И в этом смысле нет такого жесткого правила, что обязательно это должен быть только носитель языка. Однако, если мы говорим про какие-то довольно специфические истории с языками и диалектами, как я говорила, например, с арабским, там чаще всего будет работать не то, что хорошо или плохо знает арабский, там чаще всего будет работать история про то, что это свой человек, и я ему готов рассказать. А вот иностранцу я рассказывать не готов и не буду. Поэтому тут нужно смотреть не столько на знание языка и диалекта, и акцента, сколько на понимание, насколько этот конкретный персонаж или эта конкретная группа готова делиться достаточно инсайдерской, откровенной, глубокой информацией с вами, как с представителем другой культуры внешней. Например, я сейчас буквально неделю назад работала с мексиканцами, они суперохотно откликаются, но их очень смущает сам факт того, что ты им готов предложить оплату, потому что в Мексике недавно появилась новая маркетинговая схема, зовут людей на customer development, платят им денежку, и там пытаются их раскрутить на покупку товара. Так что хорошо, что российские маркетологи еще не прочупали такую схему. Ответила на ваш вопрос? Получается, что в тех культурах, где люди не готовы открываться, нужно брать местного, и он должен задавать вопросы. Да, скорее всего, например, один из вариантов. Ребят, я предлагаю нам закругляться потихоньку. Потихоньку это значит, давайте по финальной рекомендации от каждого, Кристина, от тебя, от Жанны и от Иры. Да, у меня даже есть слайд про это. Представляете? Давайте я вам покажу. У меня есть пять финальных рекомендаций, очень коротких. Про то, что есть масса способов узнать о вашем клиенте больше, часто без поезда к другую страну и без траты гуглиллиона денег в разной валюте. Есть огромный объем данных, который будет доступен даже без интервью, при помощи ловких рук и никакого мошенничества. А еще есть возможность брать на себя интервью на первых этапах. Это правда классно, делегировать интервью на самых первых этапах не самая классная идея. Здорово получать первые инсайды на первых нескольких операциях проведения общения с вашими контрагентами и коллегами. А еще есть масса доступных сервисов по поиску и подбору респондентов и переводчиков. И, конечно, адаптируйте свою коммуникацию под каждую специфическую культуру. Без этого беда вас ждет, беда на оба ваши дома. Спасибо, Кристина.